Культ Личности 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 уже второй раз 2 или больше 2 2 года подряд два года подряд до этого был перерыв так мне кажется с 13 года я начал фестиваль растет как-то в этом году 15 лет юбилейный фестиваль и такое количество артистов потрясающих легендарных проходят их творческие вечера и сравнительно молодые артисты выступаем на их творческих вечерах конечно для нас это такая большая школа то есть еще из той вот советской эпохи артисты и другой закалки они другой культуры и конечно общаясь с ними черпаешь для себя много интересного в общем то они на самом деле народные сейчас эти звания раздаются многим не заслуженно а вот они кстати многие даже без этого звания но действительно народные ведут себя очень достойно мне кажется молодежи стоит у них поучиться бывает что спрашиваете совета где-то знаете там нет не спрашиваю совета потому что но я с ними не знаком настолько что спросил совета мог тем не менее добывают даже какие-то дискуссии возникают но вообще это потрясающе что есть такой фестиваль и что он проходит даже столь нестабильное время когда много проблем в общем в мире тем не менее серёжного жилов сергей владимирович имеет такой дар все это организовать он конечно огромный молодец я очень надеюсь что этот фестиваль будет еще долгие долгие годы отметим не один юбилей да мне кажется и благовещенск благовещенскую это очень интересно очень насыщенная культурная жизнь я ходил на несколько спектаклей вижу что залы битком и благовещенцы идут и смотрят и аплодируют и улыбаются даже в самые сложные времена песня никуда не девалась наоборот она жить помогала поэтому пусть этот фестиваль цветет растет развивается никогда не угасает но кроме того мне кажется за эти 15 лет и вкус сформировался да если раньше благовещенцы не могли посмотреть но всего удаленность от москвы какой-то спектакль и все что им привозили им казалось здорово то сейчас они уже выбирают уже так это что-то не то это классно да ну то есть какой-то вкус формируется уже это же хорошо это отлично это отлично вот следующий вопрос в связку не пора ли нам показать мюзиклы как вы думаете не пора ли привезти на или пока еще не готовы рано нет мы-то всегда готовы вот я кстати как человек игравший в мюзиклах поэтому да я задаю вопрос да просто мюзикл это очень большая машина это большой такой завод завод который привести не так-то просто мюзикл это как правило 24 человека в самом облегченном таком составе вот представляете 24 человека декорации мюзикл уж не сыграешь на голой сцене там обязательно присутствует какая-то декорация потом в общем это все сложновато технически но я очень надеюсь что мы и до этого момента доживем и что на амурской осени будут представлены в том числе и мюзиклы вы сейчас возвращайтесь в москву после закрытия что потом какие ваши планы выживаться концерт в ижевске поэтому я стараюсь не переходить на благовещенское время положусь очень поздно и встаю попозже когда позволяет времени внутренних мероприятий чтобы приехав не было очень там концерт уже когда вообще концерты часто вот насколько они изматывают вот нет они не изматывают ни в коем случае по поводу часто у любого артиста все очень волнообразно в жизни у нас как я говорю то пусто то густо бывает безумное количество работы и ну конечно какая-то усталость накапливается бывают достаточно пустые моменты есть сезоны например и январь после нового года когда я считаю все артисты отдыхают да но это мой хлеб поэтому всегда конечно что-то происходит и слава богу но вы мобильный человек если вам позвонят и скажут завтра мы тебя ждем там где-нибудь на колыме приезжай с концертом вы все сорвете сбросите хочется поговорить о поездках в горячей точке да где вы бывали за свою творческую деятельность ну вообще говоря об этой теме скажу что это такая всегда благотворительность со стороны артистов то есть если мы не можем вообще о благотворительности если бы не о горячих точках то артисты в общем то чем могут помочь так это своим присутствием и тем что делают праздник нуждающихся в этом празднике также получилось и с теми самыми точками которых вы говорите это такие выезды для наших военнослужащих которые в сирию была у меня поездка в чечню в шейте в северную осетию в чечне конечно это уже не горячая точка слава богу наведен порядок в сирии все было посложнее для артистов для нас это всегда не какая-то коммерческая история мы туда едем просто вот всегда бесплатно чтобы сделать праздник нашим солдатам военным это очень интересные поездки в них видишь другую жизнь но это ведь и опасные поездки или об этом не думаешь когда говоришь да и не думаешь русал когда тем более у тебя двое детей маленьких все таки об этом думаешь не о себе больше о том что ты нужен еще своей семье и как-то надо включать мозги понимать тем не менее не задумывались ни на секунду ехать или нет задумывался почему это же не одна поездка да когда одна еще можно нет задумывался безусловно там слава богу все меры безопасности принимаются у нас там достаточно хорошо охраняют никуда не выпускают с базы какие что стало решающим фактором в пользу поездок вот таких если да там на чашу весов но это определенный такой зов что то есть то есть я артист я должен отказаться тяжело потому что и когда я приехал мы там чуть-чуть четыре или пять концертов сделали на плацу вот и так далее и так далее я нисколько не пожалел потому что я понимаю что ребятам это надо мы вот делаем праздник абсолютно искренне у них же там день сурка у них каждый день одно и то же вот и когда мы приезжаем они видят нас это привносит позитив в их жизнь а мы видим их и тоже задумываемся о каких-то моментах то есть есть прописанные истины которых мы забываем когда находишься там дух понимаешь что до жизни это такая клевая штука и надо ценить каждый день и вообще ты счастливый человек потому что ты живешь в принципе поэтому так переосознание происходит для меня это полезные поездки были с этой точки зрения еще один вопрос по благотворительности до благотворительный кинофестиваль орленов в котором тоже принимает участие ежегодно насколько я знаю это что это же тоже наверно не часть работа зол души это уже традиция больше для для детям мы тоже делаем концерты это все здорово классно проходит вообще фестивале это особенная атмосфера в которой ты находишь очень интересное общение со своими коллегами мы уже об этом поговорили что есть очень талантливые наши метры с которыми в обычной жизни ты просто так не встретишься а здесь мы имеем эту возможность общаться этим и цены фестивале орленок в том числе в общем то это фестивальная жизнь очень сближает вообще фестивали это тоже часть вашей жизни да я так понимаю что они присутствуют мы их достаточно каждого встало в моей жизни в том числе благодаря сережина вожилова которым я уже сказал он меня приглашает как певца спасибо ему огромное вот какие ваши дальнейшие планы вот под на ближайшее будущее если какой-то или в них не привыкли рассказывать я концерты я привык я люблю когда все происходит спонтанно я не люблю в творчестве ничего простраивать я же не могу сказать что сегодня я сяду писать песню также в общем то получается и в жизни она песня вот раз и родилась вроде бы ты спать должен а ты вдруг начинаешь и описать и так и в творчестве получается может быть завтра кто-то позвонит и мои планы резко изменятся потому что я должен буду куда-то лететь вот а вообще ближайшие планы просто побыть семьей немножко потому что я седьмого уже вылетел к вам и вернусь только 25 до этого я был на сахалине и так далее так на фестивале тоже да ну там не на фестивале там в рамках 70-летия образования области у нас были концерты именно попу области вот это все очень интересные поездки но я очень скучаю по дому понятно но я напоминаю что это была программа путь личности до новых встреч